Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. Хостелы в Казахстане не соблюдают правила пожарной безопасности. Проверять их начали спасатели. В некоторых были закрыты эвакуационные выходы и не было огнетушителей. Правда, никакого наказания владельцы хостелов за эти нарушения не понесут. Почему, разбиралась моя коллега Анастасия Новикова. В Казахстане начали проверять хостелы. Правда, с предварительного уведомления предпринимателей. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям решили сделать это после трагедии в одном из хостелов Алматы, которая унесла жизни 13 человек. Спасатели отмечают, нарушений выявлено немало. Бизнес часто размещается в жилых домах, подвалах и чердаках, вопреки нормам поселения жильцов. В некоторых хостелах нашли оголенную электропроводку, в других была неисправна автоматическая пожарная сигнализация и не было огнетушителей. Это перепланировка помещений с целью заселения максимального количества постояльцев. Во-вторых, это нарушения электротехнического характера. Наиболее часто встречающиеся – это загромождение эвакуационных выходов. Несмотря на выявленные нарушения, штрафовать владельцев хостелов спасатели не могут. В стране все еще действует запрет на проверку малого и среднего бизнеса. Инициировать ее могут только после жалоб постояльцев. Между тем, в хостелах зачастую проживают не только туристы, но и студенты, которым не хватило мест в общежитиях. 170 хостелов и гостиниц имеют договоры с Министерством о размещении учащихся. Общественники говорят, Казахстан – не Китай. С нашим количеством студентов их вполне реально обеспечить крышей над головой на время обучения. Об этом должны, я думаю, позаботиться бизнесмены. Дать им места, землю, разрешение на то, субсидии, может, какие-нибудь, на то, чтобы строили общежитие. Потому что человек хочет получать знания, он платит нереальные деньги. Еще и квартиры очень дорого стоят, а общак практически нет. Всего же казахстанским студентам не хватает около 19 тысяч койко-мест в общежитиях. В связи с этим в некоторых городах и приняли решение размещать учащихся вузов в хостелах по договору. Но, как показала практика, для постоянного нахождения не все эти места оказались подходящими и даже опасными для жизни.